Хочу вам привести такой пример о том, что для нас самым великим писанием и книгой является книга Аллаха, Кур'ан. И мусульмане настолько возвеличивают эту книгу, что заучивают огромное количество мусульман. Кур'ан, наверное, нет ни одного города, населенного пункта, где бы не было тех людей, которые знают Кур'ан полностью наизусть или знают какую-то часть этого Кур'ана. И мусульманин настолько возвеличивает эту книгу Аллаха, что некоторые из мусульман от корки до корки полностью знают его наизусть. У каждого человека есть свои любимые книги, любимые произведения. Кто-то нравится, вот это моя любимая книга говорит, какое-то литературное произведение, повесть, роман. Какие-то книги, связанные с саморазвитием. У человека каждого есть любимые книги. Но есть ли среди тех, кто любит свою книгу, кто бы знал ее наизусть, от корки до корки. Каждое предложение, каждую букву, чтобы он знал наизусть. Я думаю, таких нет, если есть, их можно пересчитать по пальцам. Но у мусульман, тысячи, сотни тысяч есть верующих, которые знают Коран наизусть, которые возвеличивают это писание. Но придет время перед судным днем, когда люди перестанут руководствоваться священным писанием. Когда перестанут жить по его заповедям. Аллах возвеличил это писание, но люди перестанут ценить это. И тогда Аллах, Субхану Аталя, заберет это писание. И в один из дней люди откроют книгу Аллаха и не увидят. Там будут пустые страницы. Аллах снова заберет это писание, когда на земле не останется ни одного человека, который бы читал, который бы руководствовался этим писанием. Когда на земле ни одного не останется, Всевышний Аллах заберет. Потому что нет пользы от писания, если люди не следуют этому писанию, этим заповедям. И также самое великое место на земле это Кааба, которое находится в Мекке. И мы знаем, что Аллах, Субхану Аталя, что сделал с войском Абрага, эфиопского царя, который пытался разрушить эту святыню. Аллах уничтожил это войско. И также посланник Аллаха, в одном из достоверных хадисов, сообщил своей супруге Аише, что перед судным днем придет огромное войско. Огромное войско. Которого не будет конца и края видно его. И оно придет для того, чтобы осквернить Мекку и разрушить святыню мусульман. И тогда Аллах, Субхану Аталя, повелит, прикажет земле, чтобы земля поглотила это войско. И это войско от начала до конца все уйдет под землю. Этого еще не было. Такого еще не было. Это будет перед судным днем. Посмотрите, как Аллах, Субхану Аталя, возвеличил это место. Как Аллах, Субхану Аталя, защищает, оберегает это священное место. Но перед судным днем, когда на земле не останется ни одного человека, который бы возвеличивал это место. Это время, когда ни одного, не будет ни одного паломника перед судным. Придет такое время, что не придет туда ни один человек. И не будет ни одного человека, который бы делал обход. Обход, который мы смотрим, наблюдаем, смотрим. В любое время мы откроем, в 3 часа ночи, посмотрим там онлайн-трансляцию, в 2 часа ночи, в любое время этот обход не прекращается. Но придет время, когда не будет ни одного человека, который бы обходил и возвеличивал это место. Тогда придет человек, один человек, который камень за камнем разрушит эту святыню. Камень за камнем разберет один человек, не огромный войск. Один человек придет и разрушит Каабу. Почему? Да потому что люди перестали ценить это. Люди перестали возвеличивать это место. Зачем это место? Если люди не получают пользу и награду от этого места. Поэтому для нас это урок. Уважаемые братья и сестры, Аллах, Субхану Аталя, дал нам вот эти 10 дней в месяц из Ульхиджа. Посланник Аллаха, саллаллаху, алейху ассалям, говорил, что самые лучшие дела, это дела, которые совершенные были в первые 10 дней в месяц из Ульхиджи. Мы иногда, мы все возвеличиваем пятницу, мы все возвеличиваем месяц Рамадан. Последние 10 ночей Рамадана мы возвеличиваем, проводим в поклонении. Но, к сожалению, иногда вот эти первые 10 дней в месяц из Ульхиджа мы не выделяем. Они как-то проходят как обычно. Да, мы возвеличим Хурбан, вот 10 день, день Арафа, постом выделяем. Но вот остальные дни, к сожалению, иногда проходят как обычные дни. Несмотря на то, что эти 10 дней являются самыми лучшими днями в году. И мы не знаем, Аллах даст возможность нам дожить, даст на следующий год застать эти 10 дней, которые являются самыми лучшими днями в году. Поэтому давайте воспользуемся этими днями и проведем их по-особому. Будем ценить эти 10 дней и проводить в поклонении, в поминании Аллаха Субхану Ат-Аля. Поэтому каких-то особых обрядов в эти 10 дней нет. Не пришло в шариате, что в эти 10 дней есть какая-то особенная молитва, намаз. Или что какой-то особенный пост есть. Поминайте эти 10 дней для благих дел. Неважно, любое благое дело воздается во много раз больше человеку, чем в обычные дни. Поэтому в эти 10 дней желательно человеку побольше совершать дополнительных молитв. Любые дополнительные молитвы, побольше их совершать. Побольше совершать зикров поминания Аллаха. Побольше возвеличивать Всевышнего Аллаха словами «Аль-Хамду-Лля Аллаху Акбар Субхан Аллах». «Ля-Илях-Иля-Ллах» Побольше совершать, говорить вот этих зикров и поминания. Побольше читать Священного Корана. Побольше совершать милостяные, давать подаяние, садака. Побольше благотворительности, побольше других благих дел, поддержание родственных связей, помощь нуждающимся сиротам, благотворительность. То есть как можно больше должно совершаться благих дел вот в эти первые дни месяца Зульхиджи. Поэтому, уважаемые братья и сестры, есть Аллах, дал нам возможность дожить до этих десяти дней. Давайте проведем их с максимальной пользой. И, конечно, одним из деяний, которым мы должны совершать, это побольше говорить слова «Истихфар». «Астагафирла» – побольше просить у Аллаха прощения, покаяния. Это особые дни. Принимаются наши молитвы, побольше дуа, мольбы, побольше восхваления, побольше «Истихфара». Проведем эти первые десять дней по-особому, возвеличим, то Аллах даст нам великую награду за это, как в этой жизни, так и в вечной жизни. Продолжение следует...